Глава восемнадцатая Кто живет сам по себе, творит, что хочет, а на здравые советы лишь бронится. Глупцу не нравится думать, зато любит он умом похваляться. По пятам за злодейством презрение, а за бесчестием следует позор. Слова человека глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток. Дурное дело потворствовать злодею или праведнику отказать в правосудии. Язык глупца доведет до ссоры, его уста накличут побои. В речах глупца его погибель, его уста для него же ловушка. Речи сплетника, что лакомства, проникают в самое нутро человека. Ленивый работник все равно, что разрушитель. Имя Господа — могучая башня. Укроется в ней праведник и будет неприступен. Для богатого достаток, словно крепость, оно ему мнится стеной неприступной. Падению предшествует надменность, а славе — смирение. Давать ответ, не дослушав, только глупость и стыд. Сильный духом справится с недугом. Но как быть, если дух сломлен? Сердце разумного копит знания, ищет знания слух мудрецов. Подношения расчистят путь и откроют доступ к вельможам. В тяжбе кто первый, тот и прав, пока соперник не вступит в спор. Жребие улаживает споры и разводит могучих противников. Обиженный брат — неприступная крепость, а ссора — засов на воротах. Плодами своих речей насыщается человек. Что добудет языком, тем и насытится. Жизнь и смерть во власти языка. И кто с ним дружен, плоды его вкусит. Кто нашел жену, нашел сокровище и обрел благоволение Господа. В словах бедняка мольба, но грубость в ответе богача. У кого друзей много, тому не сдобровать. Но любовь иного друга крепче братской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова